Продолжение следует... Сегодня в возрасте 60 лет и старше у нас проживает 29 миллионов человек. И люди сегодня для того, чтобы быть включенными в обычную общественную жизнь, нуждаются в специальном дообучении. Будут разработаны специальные стандарты и принципы обслуживания населения в сфере образования, в сфере культуры, в сфере туризма. Новые возможности появятся в сфере физкультуры и спорта. Хорошо. Я прошу следить за реализацией. Год кино российского, как известно, задуман для того, чтобы по мере возможности поддержать киноиндустрию, создать стимулы для ее развития. Только в прошлом году, напомню, общий объем средств государственной поддержки составил 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Проведение года кино – возможность реализовать вполне конкретные меры. Будут переоборудованы кинотеатры, в первую очередь в небольших городах. На эти цели мы специальные средства направляли регионам в прошлом году. Около 700 миллионов рублей. Еще полтора миллиарда будет выделено в этом году. Мы планируем открыть в этом году 450 дополнительных кинозалов в малых городах с населением менее 100 тысяч человек. В рамках года кино мы запустим в конце декабря «Ночь российского кино». Также три больших открытия – это новая селочная площадка на Мосфильме, открытие послекомплексной реконструкции новых павильонов на Ленфильме и открытие полноценного комплекса «Союзмультфильма». Конечно, мы продолжим поддержку киноиндустрии как таковой. Появляются все больше успешных картин, которые завоевывают престижные награды, становятся событием на внутренних наших российских и на международных фестивалях. Для эффективной работы необходим документ емкий и предельно конкретный. Чтобы его выполнение, можно было бы легко проконтролировать и оценить, какую реальную отдачу принесли те или иные решения. Нам сейчас нужно адресно поддержать отрасли и сектора с высоким потенциалом роста. Для них выделяются денежные средства, облегчаются условия ведения бизнеса. Эти меры должны дополняться тарифной политикой, финансовой и организационной поддержкой промышленного экспорта. В целом объем мероприятий, который предполагается, стоит порядка 880 миллиардов рублей. Дополнительно предполагается 38 миллиардов рублей в виде гарантий. Необходимо сделать максимум возможного, чтобы смягчить негативные последствия кризиса для людей, удержать ситуацию с занятостью, замедлить по возможности, конечно, рост цен. Будем помогать регионам сохранить относительно невысокий уровень безработицы. Напомню, что в этом году мы также провели индексацию пенсий. Как и в прошлом году, направим средства для лекарственного обеспечения нуждающимся, а также для обеспечения медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации для инвалидов. Социальная поддержка должна стать более адресной, а стала быть более эффективной. Несмотря на крайне напряженный бюджет, мы в полном объеме должны будем исполнить социальные обязательства. Это абсолютно точно. Продолжение следует...